По виду радиостанция, но это что, глушилка какая-то? Это глушилка. Глушилка, да? А, и выбираются частоты, да? Это приемник радиоразведки, радиопрослужка. Это глушилка. Это отдельно. Так, и какой радиус действия? Это 150 метров. Это против мин, сопровождение колонн от радиоуправляемых мин. Ух ты. А, этот, мобилки, глушит? Да, все глушит. А, какие частоты? От 130 до 2483 мегагерс. Мегагерс, да? Так она весь диапазон забивает, да? Да. А, понятно. Интересное что-то. Палочки не пропали, но до звонит, за него... Вот, в первую. Показываем. Папа. В открытом доступе, только у нас в Одессе, на праздники дня военно-морского флота... Живелины. Стугна. Живелин? Стугна. Ой. Ну, а я уже анонсировал. Ну, и сильно отличается. Ну, цим, як при постреле, надо контролировать с пульту дистанционного керування ракету. Тобто, выстрелили, и можно корректировать до полного попадания в цели. Пультом. Сколько стоит? Что, сама установка? Ну, да. Это я вам не скажу за секретное. Ага, это секретные данные. Ясно. Ну, у вас в 10, наверное, дешевле дживелина, да? Дживелин – это американская установка, выстреливый, забылся, называется. Тобто, ракета сама по себе, сама собі шукает цель. Навив на цель, вона сама за нею контролирует, шукает. Цю ще надо доводити до цели. Так, а радіус действия? В поворотах? Ну, до цели сколько? Максимально 5 км в день, в ночі до 3 км. Ну, а радіоуправляемое, да? Звісно, пульт дистанційного керування знаходиться на відстані 20 або 40 метрів. Ну, не те, которые на проволоке, да? Ні, це ракети часто контролируються лазерним променем. Ясно. Спасибо. С праздником. Классно. Так же патроны пулы, да, здесь не важно. Маузер или парабелла? Ні, это блок. Добро. Да, да, да. Да, да. Да, да. Рэмбо. 19 патроны. 19? Патроны 19? 17. А, 17. Да. Да. Рэмбо! Десятая серия! Так, это была последняя кровь. Нас с Калашами проще. С Калашом проще? Конечно! Штыковые эти! Ну да, эти и пихоты. Тоже с ума сайты. Да. Так, ну что? Как с Калашом? Ну с Калашом проще. С Калашом проще? Привычный или так скажем? А может быть да. Не, ну все равно просто даже когда идем посадим. Проще. Ну это может для спецназа какой-то? Не, ну просто даже идем посадим. А еще покажите поближе нам. Покрутите его так, чтобы было видно. Так, что у него здесь? Ух ты! Это они должны показывать. Да. Ну это мы будем снова рассматривать. В Украине АК-47. Русский АК-47. А правда? Думаешь? Рэмбо. Десятая серия. Рэмбо. Рэмбо. Сейчас. Рэмбо. 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 Страинковое вооружение. Натовского простца. Со стороны он кажется игрушечным, смотри, пацан спокойно с него появляется. Только надо было еще одеть тут. Дорогие друзья, я вам сейчас показал, какой же шмальник. Одной рукой не получается. Это соседний канадец. А, ну вот вам результат. Слетал зе президент в Канаде. И, пожалуйста, опа. Чуть-чуть позже. Не очень боевый, да? Да, его легче сломать, чем из него выстрелить, да? Все. Вот это да. Рэмбо. Последний окон. Как шмальный нож сейчас. Анка, Анка пулеметчица, иди на под ногу. Да, без Анки здесь не обойтись. Иди на под ногу. Иди на под ногу. Иди на под ногу. Иди на под ногу! Детский и женский спецназ Дорогие друзья, пишите нам в комментариях Как называется, ну, тех, кто разбирается Стрелковой военной техники НАТОрского стандарта В частности Английской стрелковой военной техники Специалисты, напишите нам Название всех этих Видов стрелкового вооружения Стрелковой военной техники Петька, учи гад хулеметы А это называется щечки Ну и богу, щечки Стрелковой военной техники Нет, это неудобно Нет, это неудобно Нет, это неудобно Может, он подбросит Это М-16, да? Нет, это не М-16 Это... А шо, это АР-15 Нет, это не АР даже Я не знаю, что это Этот уж не М-16 А М-16 там ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok